Всем привет! И это долгожданное видео, меня о нем так много просили, так много спрашивали, и это видео про тонировку. На моем канале, в моих видео, вы видите тонировку тенями. И опять-таки, часто меня спрашивали, стирается тонировка такая или нет при стирке? Вообще, размазывается она, и как она себя поведет в дальнейшем. Я связала два вот таких образца, на которых ясно видно, что тонировка тенями при стирке фактически исчезла. И осталась только тонировка акриловыми красками, то есть в этот раз я тонировала еще и акриловыми красками, обычными акриловыми красками. Чем на самом деле тонируют игрушечки? В основном тонируют сухой постелью, также тонируют еще и акриловыми красками, но по ткани. После высыхания они также остаются прочно закреплены на игрушке, после стирки они не стираются. Какие игрушечки тонировать надо? Тонировать игрушечки нужно интерьерные, для придания больше глубины, выразительности глаз, кому интересно и прочего. Но ни в коем случае не надо тонировать игрушки для детей. То есть, вы меня тоже спрашивали, как же вот ребеночку дашь тонирование игрушечку? Не нужно тонировать игрушку для детей. Это им, во-первых, не нужно, во-вторых, это небезопасно. В-третьих, они действительно не обратят на это внимание. Если хотите как-то выделить глазки у игрушки для ребенка, выделяйте с помощью отрезков фетра, подклеивайте под глазик, либо как-то обвязывайте его, другое нечего. В общем, не тонируйте игрушки для детей. Мои игрушки в основном интерьерные, поэтому я позволяю себе тонировку хиняне. Поэтому я, в принципе, позволяю себе тонировку. И повторюсь, что, в принципе, тонировать можно всем, чем угодно. Я читала, что многие тонируют и обычными карандашами, и марками, и фломастерами, и гуашью, и акрилом, и чем только не придется. Но в основном, да, я встречала, что сухая постель и акриловые краски по ткани. Итак, я взяла, связала два образца небольших из хлопковой пряжи и из пушистой пряжи. Это аналог софти, пряжа Бэйби. От Назар. Итак, будем тестировать пока что на них. Будем тестировать, тонировать с помощью теней и кисти. Кисть у меня не очень жесткая, довольно мягкая. И синтетика черных теней. Немножко стряхиваю. И, предположим, у нас вот здесь будут должны быть глазки. Ну, или уже есть глазки. И тонируем. Большой кусочек тонируем. Можно было бы, конечно, сразу уже нарисовать глазки. Ну, и для интереса, скажем, другими тенями. Ох, как чисто много сыпется. Я сделаю румяна. Цвет очень насыщенный у меня получился. Немножко с... Я немножко распушиваю ее на это место. Вот у нас два пятнышка. Розовенькое и черное под глазик. Так, теперь беру другую. Другой моточек. И точно так же сделаю щечки. Розовые такие яркие щечки. Для воображаемой игрушки. Основная наша цель, посмотреть, что произойдет с тонировкой после стирки. Тонирую я сейчас тенями. Вот тут две наши щечки. Ну, и будут у нас где-то глазки. Так, затранирую. Так. Тут будут два глазика, значит... Вот примерно под таким уголком. У меня будут глазки. Немножко добавлю другого цвета, чтобы это было... Хочется, конечно, сказать, погрязнее. Немножко добавлю черного. Даже по расположению тонировки уже видно, что... Игрушечка довольно грустная. Вот, у нас есть щечки, у нас есть место под глазки. И бровки, скажем. Они будут вышитые, но чтобы их немножко подтонировать, скажем так. Вот такой у нас шарик. Этот шарик у нас получился одноглазый. Давайте, может, для интереса я затонирую их еще другим цветом. Здесь же соседним, рядышком, по соседству. Зеленым. Мало ли, какая тонировка взбредет в голову. Ну вот, три таких. Три пятнышка разноцветные. И здесь. Точно так же. Сейчас попробую вот с этой стороны, с другой стороны, затонировать акриловыми красками. Так, для этого мне понадобится, конечно, палитра, но у меня она куда-то потерялась. Я выдавливаю немножко коричневой акриловой краски. У меня абсолютно обычная. Немножко черной краски. Вот такие у меня акриловые краски. не для ткани, а обычная красовальная. Я взяла уже другую кисть, тоже синтетика. Будем пробовать, каким образом тонировать акриловыми красками. Необходимо взять немножко краски на кисть и, так скажем, скинуть ее остатки. Не знаю, будем пробовать. Ну вот, что-то красит. Красит, красит, красит. Опять немного возьмем. Кисть у меня сухая. Вот, уже испачкали. Недостаточно много я сняла. Растушевать сильно не получается. Тоже, как бы, либо место под глазик, либо уже вокруг глазика. Но, я думаю, с акриловыми красками нужно сделать только место под глазик. Только потом туда помещать глаз сам. Вот. Вот у нас тенями. Вот у нас акриловая краска. Что ж. Ну, довольно мне неплохо, нравится. Довольно даже ярко. Попробую сделать не так ярко. В этой части. Не сильно получается. Сейчас попробуем на хлопковой. Попробуем уже на хлопке. Режу пехорочку. Так же, скидываю остатки. И панирую. Возможно, я что-то делаю не так. Ну, посмотрим сейчас, как это на сухую кисть. Посмотрим, как на влажную. На хлопки мне не нравится, потому что видно, выделяющиеся волокна, которые прокрашиваются лучше. Ну, теперь попробуем черной краской. Ну, точно так же прокрашивает отдельные волокна. Неравномерно. Сделаю вот такое небольшое. Пятнышко. Полу тоннах, передать не сильно получается. Также черной краской попробую затонировать рядышком. С другим коричневым пятнышком. Ух ты! Нет? Сама из чума делась. Вот здесь, рядышком. Здесь примерно та же история с пушистой пляжей. Прокрашивает отдельные какие-то волокна. И, скажем, центр хочу сделать я поярче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со светом беда. Ну, ставим таким образом. Надеюсь, теперь все равно видно довольно яркое пятно. Сейчас я оставлю подсыхать. Хотя, может попробовать влажной кистью, влажную часть. Так, использовать лучше одноразовые стаканчики, либо какие-то рюмочки. Я намочила кисть. И сейчас немножко попробую уже влажной кистью. Ну, совсем мы пачкаем. Если совсем не мочить. Получается серый цвет грязненький такой. Но покрытие ровнее. Положим, где-то здесь у меня будет глазик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень много воды надо использовать, чтобы как-то... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И получается довольно бледно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, надо хорошо чистить кисть. Вот так. Это слегка влажной кистью. Я провожу такую полосу. И так, вот, весь наш круглешочек чумазый. Сейчас я оставлю его подсыхать. И попробую влажной кистью на хлопке затонировать что-то акрилом. Здесь тоже получается не черный, а темно-темно-серый. Однако покрытие ровнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот таким образом. Да, полутени создавать не очень получается. Прокрашивает не все волокна. Если постараться, то все равно не все какие-то ярче, какие-то темнее остаются. Тоже оставляем подсыхать акрил. И уже потом пойдем все это дело стирать, смывать. Так, вспомним. Это тени. Здесь тени. Здесь сухой акрил. Здесь влажная кисть акриловая. Так, дальше. Здесь влажная акриловая кисть. Точнее, кисть-то не акриловая, а измазанная акриловыми красками. Здесь сухой акрил. И здесь тени. Тоже оставим под суши. Мы посмотрим, что получится. Стирать обычным детским мылом два шарика. Сначала молочу. Ничего никуда не поползло от обычной воды. Капню детского мыла. У меня оно жидкое. И начну так же стирать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА